Добрый день. У нас сегодня в гостях Ткачев Антон Олегович, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, и член Комиссии Парламентского Собрания по молодежной политике, спорту и туризму. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Михаил Панюков, журналист Союзного Вечи. Со мной ответственный секретарь Союзного Вечи Валентина Степанова. Здравствуйте. Вот. Ну, скажите, пожалуйста, Антон Олегович, вот вы работали в госкорпорации с хорошими перспективами, но все-таки решили пойти в политику. Почему? Вообще расскажите, где вы работали. До этого работал в «Вертолетах России». Ну, соответственно, она входит в Ростех. И, соответственно, я занимался как раз, был руководителем управления цифровой трансформацией, точнее, руководителем проектов цифровой трансформации. И занимался сложными производственными системами типа ERP. Системы производственного планирования, если как-то по-русски это сказать. Проработал я там недолго, к сожалению. Мне очень нравилось. Было прекрасное обучение, были прекрасные коллективы и прекрасные инструменты для работы. Могу сказать полной ответственности, что это одно из самых классных предприятий с точки зрения цифровизации, потому что этим было интересно пользоваться, и эффективно все было. У нас, извините меня, даже мышку смотрели, куда мы по компьютеру таскаем, в какие точки, и потом это все оценивали, говорили, куда жать, чтобы быстрее работать. Ну, то есть, про эффективность. Но я поработал почти год, и дальше были перспективы хорошие, потому что я был самым молодым, скажем так, из руководящего состава управления, и большие надежды ставили. И я во многом корю себе до сих пор, что я, с одной стороны, предал своего руководителя, но он хорошо, нормально к этому отнесся. На Новый год мы расстались, заявление пришлось написать, поздравить. С одной стороны, я хорошее принес в компанию на Новый год, ну и параллельно так. Но первое, это, наверное, все-таки партия, кем была создана. Она создана партия «Новые люди», людьми, с которыми мы учились, вместе развивали образовательную программу «Капитаны России». И человек сам по себе, как Алексей Геннадьевич Нечаев, руководитель фракции и председатель партии, мы с ним очень многое прошли. И когда он решил делать партию, идти в политику, естественно, он весь близкий свой круг в эту работу привлек. И когда он вышел с предложением, я, конечно, думал, взвешивался за и против. У меня еще была такая, скажем так, история из, наверное, школьных времен, когда, помните историю, когда капсулу времени вкладывают в школу, и потом приходят на какой-то там встречу выпускников, их открывают, смотрят, кто кем стал. Я прям помню предложение, что я написал, «Я стану депутатом и помогу своей школе». И Алексей Геннадьевич никогда не задумывался о политике, ну, Нечаев. И когда это произошло, зная его позицию, когда он занимался бизнесом, образованием, детей учил, и тут он пошел в политику, я говорю, вот это, наверное, знак. И, наверное, вот та история еще романтизма, которую прошел в школе, он, наверное, во многом тоже повлиял. Я в Воронеже работал, дальше уже потом, соответственно, когда в Госдуму попал, переехал в Москву. И просто с Воронежем, конкретно по развитию рекотделения, больше никто не мог лучше справиться из окружения, опять же, которое было к этому всему призвано. Ну, и мне в хорошем смысле слова пришлось побороться там. И года два я в Воронеже активно работал, чтобы наша партия вышла в Госдуму. Как вы считаете, вообще для молодых людей открыта дорога в политику? Вот не так много же вашего возраста депутатов даже в Государственной Думе, соответственно. Это даже немножко удивляет, когда вот так получается. Я больше скажу, есть депутаты младше меня. Нет, я уверена, что они есть, но, тем не менее, это не так много. Сегодня реально дефицит в органах государственной власти на региональном уровне, федеральном, хороших, умных, молодых ребят. У нас на сегодняшний день запущено колоссальное количество специальных проектов. Там для школьного возраста движение первых, которое было очень сильно анонсировано и которое достаточно активно растет. Куда ушел один из моих коллег, Максим Гулин, сложил мандат, пошел советником руководителя. У нас есть лидеры России, у нас есть местные региональные истории, когда условно Виталий Хаценко, губернатор Омской области, он был в лидерах России, и вот сейчас, когда он стал губернатором, он делает то же самое, например, на региональном уровне. И это показывает такую некую преемственность того, что нужно молодым давать дорогу. Я более того скажу мэров на сегодняшний день. А он ваш ровесник? Нет, он не ровесник, он чуть постарше, лет на 5. Но в любом случае, как у нас молодежь до 35, поэтому молодежь, и мне уже 30, и я думаю, куда уже мне, я уже старый для себя внутри, потому что я вижу молодых ребят своих сверстников и тех, кто моложе, они реализовываются круто в бизнесе, потому что сегодня, если ты не молодой, активный и не быстро воспринимаешь тренды, которые происходят в стране или в рынке, ну, очень тяжело, потому что динамика сегодня совсем другая в бизнесе, в частности. Тем более сейчас еще с учетом импортозамещения, сейчас открыты вообще все дороги. А с точки зрения Государственной Думы или правительства, кадровые резервы, у нас двойники губернаторов в молодежном правительстве есть, которые проходят. Все готовят кадровую политику, не хватает кадров. И все только и ждут, чтобы молодые ребята начали заинтересовываться политикой не просто с какой-то точки зрения радикальной, которая проскакивает в соцсетях, типа, даже как новости, которые о чем-то плохом, лучше идут, чем новости о чем-то хорошем. Ну, как везде, к сожалению. Да, и, соответственно, молодежь воспринимает либо хайп, либо что-то негативное и пытаются с этим разобраться. Но как на это, например, посмотреть с точки зрения государства, как на это реагирует государство и что может сделать государство в этом направлении, конечно, не все смотрят. У меня был проект, когда я формировал партию в Воронежской области, я сделал школу молодой политики. Это проект для молодых ребят, которые хотели просто узнать, что такое политика. Они для себя так были удивительно, столько новостей его открыли. Они там ругались на ректоров своих, что они там, извините, булочки очень дорого продают. Они ругались, что вот у нас зарплаты маленькие, вот мы там работаем в условном магазине сотовой связи, продаем телефоны, а у нас вот такие вот деньги. Они не знали условно даже, как считаются налоги, они не знали, что за них налоги платит работодатель. Ну, просто простых, элементарных вещей. Они на это никогда с другой стороны не смотрели. И у них уровень критического мышления и отношения к той или иной ситуации вообще по-другому меняется. То есть, а это так было, оказывается? А мы же не можем сделать там пирожки дешевле, потому что вот такая-такая-то экономика. А мы не можем там поменять программу образовательную, потому что это ж какая куча бумаг должна пройти, чтобы нам на факультете начали преподавать какой-то другой предмет или хотя бы трансформировать то, что нам говорят. Ну, условно, комитет по программированию, ой, комитет, господи, этот факультет по программированию, да, и у нас же языки программирования ну, все чаще и больше появляются. И как бы хотелось бы, чтобы языки программирования учили на этой факультете. Они говорят, вот почему мы там не в тренде, почему мы там не идем в ногу там и так далее. Говорю, так, а как вы, что вы делали для того, чтобы это поменялось? Вот мы пришли к ректору, написали письмо там студенческим советом, собрались, сказали надо. Я говорю, так, а дальше-то что? А дальше это задача ректора. Я говорю, вы представляете, что ректору необходимо сделать, чтобы в федеральной программе поменять нормативы, чтобы это все пришло. Может, вы как-то в это вклинетесь? Да, давайте вклинимся. Проходит первый совет, им показывают, что нужно сделать. Они такие, нет, давайте так оставим. Слишком долго, слишком тяжело. А это бумажки надо эти писать? Говорит, ну да, ну так работает машина. Надо, чтобы по-другому все было. Говорю, как? Без бумажек. Тогда же, говорю, анархия будет. А нет, анархии не будет. Ты потом показываешь, например, прецеденты в других странах, что происходило и так далее. Такие, да, наверное, надо быть немножко поспокойнее в этом направлении. И вот этот радикализм очень быстро уходит. Были истории, когда у нас ребята, была еще давно история с митингами, человека, который прям радикально проявлял позицию, Алексея того же Навального. И были ребята, которые просто туда шли, не осознавая то, зачем они туда идут. Ну, просто там их позвали, друзья, пойдем, митинг, тусовка, круто. А потом, когда туда приходили, они, во-первых, понимают, о чем мы тут делаем, за что мы там кричим. Мы, говорит, вообще к этому, приходили, например, к нам в школу новой политики, говорили, слушайте, мы там такую бредятину увидели, мы там таких сумасшедших людей, мы, говорит, на своих друзей посмотрели, ну, вообще наоборот. Может, говорит, этот, можешь нам объяснить, а что это происходит? Я книг достаточно большое количество прочитал про политическую жизнь. Мне там нравится «Хазин с лестницы в небо», «Государь» Макиавель, то есть все. Я говорю просто, вот, давайте откроем страничку, прочитаем, как это все делается, как там цветные революции делаются и так далее. И там прям по методичке. Я говорю, вы там чем занимались? Пунктом 2. Я говорю, поздравляю, хорошо, что не перешли к пункту 3. Поэтому ребятам, особенно молодым ребятам, нужно больше показывать политическую жизнь и давать возможность туда входить, активно входить туда. Поучаствовать на выборах. Ну, молодые ребята, которым там 18 лет, самостоятельно на выборы очень редко идут. А когда им сказали, что, ребят, вам студенту первого курса, например, вы можете депутатом стать. Да ну, ты что, куда? А вот этому большому дядьке в очках и с большим Мерседесом? Я говорю, да нет. Ну, как бы есть другие разные прецеденты. Ну, это денег, наверное, туда много надо. Говорит, да тоже нет. Говорит, с людьми умеете общаться? Ну, там на листовке деньги на шкребен. Ну, условно говоря, там скинетесь, у мамы попросите с папой. Вот. Ну, давайте попробуем. А мы же все равно не выиграем. Я говорю, а вы попробуйте, посмотрите, как это работает изнутри. Вы же там ругаете депутатов? Постоянно там. Депутат там образ плохой. Ну, вы имеете в виду, конечно, местных депутатов, да? Да, да, конечно. С точки государства... Государственная дума, это все-таки более серьезная такая. Это более системная работа. И здесь, конечно, нужно смотреть, в первую очередь, не на возраст, а на жизненный опыт. Какой бы он... Я опять же говорю, сегодня время динамически по-другому меняется. Раньше для того, чтобы что-то понять, надо было немножко дольше искать информацию, к этому привыкать, становиться специалистом. Я тоже прошел путь, ну, просто у меня очень короткими шажками был. Там сначала университет, потом там замруководитель Центра комитета цифровой экономики в университете, потом торгово-промышленная палата, потом Ростех, и это как бы все по повышению идет, ну, как в государственных институтах, можно сказать. Но это все у меня вместилось два с половиной года. Экспресс-методы. Да, да. Но, опять же, это все сложилось не потому, что у меня там отец, олигарх, или какой-то династия политиков у нас. Нет, просто я очень быстро показывал результаты. То есть, ты не... Зачем тебе учить методический материал, который ты и так, в принципе, уже знаешь, и для выполнения результата, который ты приводишь. Ну, как бы, руководитель, что важно? Результат. И главное, чтобы потом по башке за этот результат не прилетел. Я эту задачу выполнял. Выполнял довольно быстро, эффективно. И поэтому постепенно все это росло. Люди замечают и так далее. Я хочу просто сказать к чему, что все большие начальники, руководители в корпорациях, в предприятиях и так далее, жаждут молодых людей, которые могут идти такой тактикой, быстро расти, решать задачи, которые потом их самих и поднимут. Нету, нету на сегодняшний день такого количества руководителей. Как бы, предложение превышает спрос на молодых специалистов. Хорошо. Ну, вот вы сказали про открытые пути, да. Вот такой вопрос задам. Вы находитесь под всеми санкциями, да? Да. Как и все депутаты. Вот. Ну, вы сказали, что вам 30. Вам, на самом деле, нет еще 30, строго говоря. Мы всегда округляем. Да. Вот. В таком возрасте, конечно, хочется путешествовать, видеть мир, да. Вам сейчас закрыт ход во все страны Европы, в США, там, в Австралию, я не знаю. Вас это как-то напрягает? Ну, я не злоупотреблял международными поездками. Я там был, может, еще в свое время давно очень. Где-то я, когда еще учился на первом курсе университета, на Новый год поехал в Латвию. Один раз ездил. Ну, из-за европейских стран. Ну, что-то я там не впечатлился. Что-то есть такого, что вот прям хочется, да. Там интересно было посмотреть и на рыночки, вот эти вот европейские, новогодние. Ну, да, было интересно, красиво. И что? Вот. То, что есть там посмотреть в России, покататься, и мне удалось побывать во многих городах России, с учетом моей образовательной программы, где я учился, и университетской практики, скажем так. вот, я ничего не потерял. А сегодня я там летал в Иран в прошлом году. Интересно. Да, то есть мы там летали на конференцию, меня приглашали там отдельно, как специалиста по большим данным, блокчейну, криптовалюты, все, что это касается в государственном регулировании и так далее. Ну, слетал я туда. Недавно во Вьетнаме был, там был форум молодых парламентариев. Вот, то есть я в рамках парламентской работы международной все-таки катаюсь. Ну, был в Приднестровье, да, там через Молдову, мы в свое время еще давно, до СВО, когда возможно это было сделать, летали туда. Ну, я не гонюсь, зачем-то тепло, в Турции я был, опять же, когда студентом был. Сейчас я туда не летаю, но в принципе у нас на сегодняшний день за счет развития внутреннего туризма ну, ничем не хуже. Есть вопрос стоимости, и мы об этом говорим. Ну, да. Да, но я верю, что наш коллега Сангаджи Тарбаев, руководитель председателя комитета по туризму, с этим вопросом очень активно работает. Но, опять же, я понимаю, почему дорого. Вот, и я понимаю, что на это нужно время, чтобы снизить те издержки, которые несут там компании, или там отели и так далее. Поэтому, не знаю. Санкция, это сегодня, наверное, как знак качества. Какой-то Иваново-Франковский суд меня там, даже я помню, в Телеграме СБУ у меня сразу был не, как там, подозрение, пидозра там, да, пишут. И там, я просто, мне, мой товарищ там присылает, говорит, слушай, смотри, и у меня там моя фотография, и там вырок написано, приговор. Я говорю, подождите, а где подозрение, где суд, почему меня вот так сразу? Вот, я такой, ну, знак качества, наверное. Вот, там потом я же еще в рабочую группу СБО попал, ну, наверное, это тоже как-то каким-то образом повлияло. Поэтому для меня это детский сад, то, чем занимается правительство Киева на сегодняшний день. и что, ну, 15 лет, на 15 лет меня приговорили. Вот конкретно вас? Да, да, ну, и многих моих коллег тоже на 15 лет. Но у них, говорю, у них было все, по крайней мере, по-правильному. У них сначала подозрения, расследования, выговор. А у меня сразу выговор, все, ловите меня, Интерпол, там, все дела международные. Я говорю, я никуда не бегаю, ну, там надо, приезжайте, забирайте. И там, когда летаю в другие страны, в парламентских, там, историях, никто вроде не трогает, не подходил, не забирал. А отдохнуть, куда-то полететь, есть там и в море покупаться, где, поесть вкусной еды. Поверьте мне, гастрономия, которая есть в России, ее разнообразие в разных регионах, с учетом многих национальностей и локаций, ни одна страна Европы, ни одна там страна, ой, ни один штат в Соединенных Штатах Америки не сравнится. А все-таки, вот СВО для вас же еще и личная история, вы из Херсонской области, вот, бываете ли там, с кем-то общаетесь из-за оттуда, вот, какие вообще слышите разговоры, впечатления, что происходит там и как оцениваете вообще ситуацию? К сожалению, до Херсонской области я не доезжал, я был в Донецкой республике, в Луганск, в Запорожье даже, до Херсона как-то не доехал. Ну, первое, ни с кем я сейчас из Херсонской области не общаюсь, я для себя принял радикальную позицию с точки зрения того, что, если там мои какие-то родственники дальние, к сожалению, там, приняли другую позицию, это их выбор. У нас разные позиции в жизни, и поэтому мириться я с этим точно не буду, потому что я знаю правду, я ее вижу, и, если с ней не хотят считаться, а считаются на основании пропаганды тупорылы, извините за выражение, которые на пальцах можно разложить пятикласснику, ну, о чем нам тогда дальше разговаривать? Чтобы меня потом в чем-то обвиняли, или там, или мне там кому-то помогать, да, чтобы потом меня здесь, в России, за это еще, не дай бог, к чему, нет, нет. Те люди, которые... Никого, наверное, не подставлять, те, кто симпатизирует вашим взглядом. Анатолий Вассерман тоже говорил, что он ни с кем из Одессы не общается, потому что... Опасно. А, что это опасно? Опасно, да, люди жизни лишиться могут. Я не говорю даже про какое-то заключение, жизни лишиться могут. Там, возможно, какая-то, условно, там полиция, которая еще осталась, может, их просто задержат и в суд поведут, а есть, извините, шизанутые радикалы, которые просто там камнями закидают. Да, там всякие страшные вещи происходят с людьми инакомыслящими. Ну, не знаю, это такая... Я до Херсон не доезжал, но там, опять же, я жил как раз в Глопристинском районе, когда еще в детстве. Это как раз вот южная часть до Днепра, как раз которая сейчас на территории Российской Федерации. Я помогал туда гуманитаркой, отправлял через своих коллег, которые у меня в Донецке, но они еще по другим территориям. Вот, там мне фотографии присылали, мест, где я был, конечно, так интересно. То, как все не поменялось за это время. Не поменялось? Ничего не поменялось. Вот, ничего не поменялось. Вот я там в школе учился, в начальных классах, ничего не поменялось. И когда говорят о каком-то развитии, о каком-то там европейском счастье и будущем, которое рассказывает про это, ну, нет там ничего. Ну, там вот дорогу, блин, даже не делали. Школы, в которой я учился, она такая же. Деревянным, извините, кровлей в 21 веке. Ничего не поменялось. А у вас же и жена из тех же мест, из Луганской, по-моему, области, да? Да. И вы познакомились с ней вот на... Пункте временного размещения, да. Да, гуманитарной помощью вы занимались. Расскажите про это, как это было? Да, она у меня из Луганска, из очень знаменательного места, конкретно Краснодон, это молодая гвардия, там истории тоже достаточно большие, и семьи шахтеров. Которые сейчас не знают, сейчас на Украине, сейчас это не преподают. Да, 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 и очень классные сериалы, фильмы у нас есть по этой истории, то есть всем молодым ребятам советую посмотреть, и это не скучно историческая там сводка, а это реально художественный фильм, и я там сам, когда его посмотрел, так впечатлился, блин, насколько многое я не знал, а что я раньше вообще об этом не знал. И сейчас в свое время, когда там только с его начиналось, Краснодон был в той же позиции, что и в свое время, когда оккупация была со стороны Германии. И ты так смотришь, параллели проводишь, получается история циклична. Ну, а те, кто забывает историю, они наступают на те же грабли. Да, у нас получилось так, что как раз, когда началась специальная военная операция, были вынуждены переселенцы, в Московской области размещались, и мы один раз там с коллегами из фракции возили гуманитарные вещи. И второе, все-таки некоторые пункты временного размещения, в том числе там у меня в Воронежской области, не соответствовали тем, скажем так, условиям, в которых должны были жить люди. И мы приезжали, и мы приезжали не с точки зрения поругать руководителя, потому что я представляю, там не было у него никого, не жило, там или 10 человек, а тут приехало 300. Ну, невозможно сделать самому быстро, идеально. Конечно, есть какие-то проблемы, и ты с этими проблемами помогал просто человеку решать. Не хватало чайников, не знаю, попросили там предпринимателей, купите чайников детям. Ну, как бы, основном-то сначала были женщины, старики и дети, да, потом уже добавились в мужской пол. Но в любом случае, просто помогите. Да, там интернета нету, быстро там главе администрации, там или в регионе губернатору, говорю, поставьте вы переносную вышку, чтобы людей связь появилась, чтобы они те деньги, которые им пришли на карточку Сбербанка, могли там перевести, снять, что угодно сделать. Просто позвонить близким или там отцам, которые воюют. Вот. Поэтому было так. Я эту активную деятельность распространял, а жена моя была еще давно знакома с коллегами по фракции, и, ну, как из тусовки там шоу-бизнеса, все. И она такая пишет мне, скажи, вот у меня там мои подписчики там собрали гуманитарку, куда можно отвезти так, чтобы она не пропала, чтобы ее там никуда не украли, там и так далее. Люди аккуратно к этому относятся. Ну, да, понятно. Потому что прецеденты, к сожалению, были. Везде есть люди, которые не очень хорошие. Так же, как и на территории украинской. Тоже есть и хорошие, и не очень. Всех по одному ребенку ни в коем случае нельзя. И она мне пишет, вот я хочу гуманитарку, говорю, о, слушай, да не вопрос, я вот сейчас поеду в такой-то ПВР, в Клин, да, в Подмосковье. Хочешь, приезжай? Ну, да, приехала, там, приехала, там, открыла багажник, там все, зубные пасты, там, средства личной гигиены, все там раздаем. А я там такой еще, помню, я только начинал, такой жесткий руководитель, приехал молодой, я думаю, что у вас здесь нет, там, быстро там ко мне, этого человека, почему у вас, я такой, вообще не свойственный себе, а я увидел, она, во-первых, там, красивая очень, я такой думаю, так, пиджак поправил, сейчас я покажу, кто здесь хозяин. Вот, потом это вспоминаю, мне аж самому смешно с этого становится, но, как бы, все по делу, ни в коем случае никого не обижал, ну, просто такой-то, типа, окрыленный, вот. И потом немножко время проходит, она мне, я такую, типа, дистанцию держу, у меня там работы много, какие там личные жизни, там, вообще все. А мне написал, слушай, а может, какие-то проекты поделываем вместе, то есть, говорит, это моя личная история, я хотел поговорить, может, там. Мы просто встретились, попили кофе, познакомились, и дальше как-то вот это все завертелось. А вот интересно, вот люди из шоу-бизнеса, они либо аполитичны, либо, ну, мы это видим, к сожалению, с такой часто позицией, прямо скажем, ну, предательской, не предательской, но очень такой вот, хитро-хитро, как это сказать? На двух стульях усидеть. Да, на двух стульях усидеть, да. Вот, а у вас-то супруга из шоу-бизнеса, она же в «Доме-2» была участницей, да, вот, то есть, она вот такой патриот, получается, да? Она, говорю, у нас на кухне бывают даже политические разборки, да, то есть, она там, она стрелец, родилась в день, когда родился его, Вячеслав Ильич Сталин, 21 декабря. 21 декабря. Потом, она любит Александра Григорьевича, Лукашенко и Владимира Владимировича, просто обожает, это, говорит, те люди, топ-людей, с которыми я должна встретиться, вот, а я более такой либеральный товарищ, и опять же, да, у нас испортили… Ну, в хорошем смысле, да. У нас испортили либерализм, либеросня там называют, испортили это состояние, но я более, я ищу балансы, я политик, и мне нужно систему противовесов тоже создавать. Я там говорю, да нет, Лера, ну тут аккуратнее, ну что ты так, ну это же тоже люди, мы же не знаем, что на них повлияло, говорит, да плевать, что на них повлияло, есть позиция, мы там в России живем, значит, должно быть так, да вообще и правильно наш там президент, а вообще Александр Григорьевич вообще там правильно этих вообще запретил, это все выкинул и так далее, так и надо с ними, я говорю, ну, Лер, ну вот, и у нас постоянно вот это происходит. Ну, во-вторых, это ее личная история, как бы, она и в Киеве работала, жила в свое время, она тоже очень рано начала работать, тоже поехала в Киев, учиться там на журналиста, то есть она выучилась, и она же видела с 2014 года, что происходило своими глазами, она оттуда улетала, когда это все начиналось, потому что у нее там условно дед в Луганске в этот момент был, когда была вот эта история на Майдане, и Лера, по-моему, звонила деду, чтобы не ошибаюсь, он говорит, что у вас там происходит, вы что там вообще Луганск делают там с Украиной, ну, типа нападаешь что ли на Украину, что происходит, дед говорит, да ты дурочка, типа посмотри, что на самом деле-то происходит, куда ракеты, в какую сторону летят, что у нас вообще здесь, она когда об этом узнала, ну, естественно, там опять же, так хорошо работала пропаганда по телевизору, она такая, это вообще, ну, как бы нет, а еще, конечно, она говорит, надо, говорит, Киев забирать, в любом случае, вот сейчас она говорит, да, да, потому что правительство не поменяется там, пока мы не возьмем, пока не поставим своего человека, но у нее такая, с одной стороны, возможно, и правильная история, да, и у нее дедушка похоронен под Киевом, и она, ну, естественно, не может поехать, не может, конечно, она в миротворце, у нее там, поверьте, еще побольше санкций, чем у меня неформальных, за ее позицию, и ее там публичную позицию, которую она ведет в телеграме, там и так далее, вот, и поэтому это прям ее, и она после там старта специальной военной операции всеми руками и ногами любую правую позицию пропатриотическую, она вот держит прям радикально, мы прям, говорю, сцепливаемся с ней, ну, как бы, с кем не бывает, но она, с другой стороны, себя проявляет и в других вещах общественных, то есть у нее там приют с собаками свой, например, она сейчас запускает очень крутой проект, который реально на сегодняшний день остер стоит, это по борьбе с кибербуллингом, ну, травлей, так если говорить, травлей, кибербуллинг, ну, зависит от кого, как восприятие, это нормально будет, потому что, наверное, реально 55% молодежи в России сталкивались с интернет-травлей, и ответственность за это не всегда проявляется, потому что правоприменительная практика, к сожалению, хромает, и мы сами на себе это ощутили, потому что, знаете, как тоже там есть образ красивой девушки из шоу-бизнеса, что вот они все там какие-то не такие, не может быть политик или общественный деятель красивой девушкой, это шаблонное мышление. Сексизм. Ну, вот, к сожалению, с этим сталкивались, и там некоторые СМИ, газетки писали там всякую дрянь, извините за выражение, и мы там сами боролись, там, честь и достоинство, там, где-то в комментариях, и видим, что не так все у нас и хорошо работает в этом направлении. Вот она создала проект, завтра у нее круглый стол, первый как стартовая позиция, там, с поддержкой по как раз кибертравле, с присутствием там детей, которые это подвергались, с родителями, с представителями школы, с юристами, то есть очень все она профессионально системно делает. Плюс гуманитарки по СВО, недавно ретранслятор передали, который увеличит радиосвязи для, как вот старлинки работают, так вот у нас есть такие ретрансляторы, которые там в два раза могут увеличить связь восприятия, там тех же коптеров мужских и так далее. То есть она в этом прям больше, чем я, наверное, на сегодняшний день активно занимается такой деятельностью. Ей-то нравится, но она от этого получает энергию, удовольствие. И почему бы и нет, и пускай растет, не в коем случае, трогать не будет. Поэтому она вот этот баланс, скажем так, вот этого жесткости, которая есть, она его смягчает вот такими вещами. Очень восприимчивая, там, вся каждая история чужая для нее своя, связанная, там специальная военная операция, все там смотрит, там слезы, собачки тоже там смотрят слезы, там, давай заберем с собой собаку из Донецка. Я говорю, куда? Да вот я уже нашла, а там 100-килограммовый мамонт такой, я говорю, куда? В квартиру? Да, у нас маленькая собачка есть, и вот это, я говорю, Лерочка, успокойся, давай. Вот, у нее, я говорю, она уже, у нее был опыт, когда она в маленькую квартиру, там, у нее сколько, 4 или 5 животных, вот там, в однушке жило, вот, я говорю, нет, давай так не будем, это ответственность. Давайте немного о законотворчестве, вот вы с коллегами подготовили законопроект об ответственности застройщиков, может, расскажете подробнее, зачем он нужен, и в чем его суть? Да, я немного расскажу еще и фактами, цифрами, которые есть на сегодняшний день. Есть такая проблема, что многие застройщики, когда к ним приходишь покупать условно объект, ну, или там входить в долевое участие, на картинках все так красиво, вот ты там живешь, у тебя там речка течет, лавочка, парк, там, и IP-телефония, там, ну, IP-домофоны, там, с камерами, школа рядом, вообще круто, ну, то есть, ты живешь в замкнутом пространстве, в котором есть все. Ну, а потом, когда сдаются квадратные метры, ты замечаешь, что-то школы не хватает, да и лавочка как-то по-другому выглядит, а вместо спортивного объекта детского, там, где были батуты, вот это, помните, лесенка еще в Советском Союзе, книжка сделана, и в принципе на этом все, а ты потом смотришь на буклет, который ты покупал, по сути, а там что-то совсем по-другому, получая, а деньги как бы остались те же, вопрос, а что с этим делать, они говорят, а это не публичная аж оферта, это рекламный материал, вы же сами приняли, вы же договор подписывали, и во многом это вводит в заблуждение людей, когда они принимают решение на эту сделку, да, понятно, там, в чем-то есть вина, что они не дочитали договор, юристов, там, согласен, но не каждый может себе позволить юриста, кто-то там наскребал эти деньги последние, кто-то не настолько там образован, с точки зрения юридической практики, это тоже нормально, но зачем людей обманывать? А у вас какие-то свои были, какие-то, почему вы именно этим законопроектом занялись, может, какие-то истории там с знакомыми? К нам обратились, обратились люди, как раз из Ленинградского, не из Санкт-Петербурга, да, в Санкт-Петербурге обратилась женщина, которая там построили эти человейники, высотки, а школу, например, не достроили, и дети, которые живут в этих человейниках, должны ездить за час от, идти к дому на автобусах и так далее, хотя в проекте была эта школа, администрация борется с ними, там что-то, а у администрации нет инструментов, за счет чего они могут в законном поле эту школу, например, вернуть, потому что вроде бы да, вроде договорились, там и писали, и проверки, но как бы по договору все чисто, законы не нарушены, да, простите, вот, поэтому мы первое, с чего пошли, мы говорим о том, что в гражданском кодексе должно быть закреплено, что реклама строительства дома, она должна быть публичной оферты, то есть то, что изображено на картинке, оно должно соответствовать договору, и, соответственно, должно соответствовать конечному результату в виде этой картинки, вот, по статистике, вот, пример, 78,1% это случаи застройщики, когда не выполняют свои обещания, ну, вот, от картинки до готового объекта, при строительстве жилья бизнес-класса такая история чуть меньше 60%, ну, 57,1%, пример, в Ленинградской области ни в одной из данных новостроек в 2017-2019 годах придомовое пространство в полной мере не соответствовало рекламной визуализации, то есть на этом спекулируют, мы это видим, и люди обращаются, и на федеральные каналы, и где только нет, ничего не получается, но есть прецедент, у нас все-таки с одной стороны непрецедентное право, скажем так, да, у нас там системное, но есть прецеденты, например, обертажный суд Краснодарского края в 23-м году по делу было указано, что в рекламных буклетах жилого комплекса при его создании было обещано создание API-домофонов, по факту и Wi-Fi во дворе, этого не было, и суд признал застройщика виновным и дал ему короткий срок, по-моему, неделю, для исполнения своих обязательств, в случае этого, он должен заплатить неустойку. То есть, у нас прецедент есть, и мы с этим прецедентом решили поработать из обращения и практики, которая была в судах. Вот, пока он рассмотрение у правительства, я понимаю, тоже, опять же, есть тяжелая история с договором, да, когда, условно, ты же подписываешь договор, в договоре все прописано, но там прописано как? Спортивный объект, все, или там придомовая территория, там, 10 растений, каких растений? Должны быть, наверное, какие-то приложения тогда, где все это детально должно быть прописано уже в подробности, как и прочее. Да, но, говорю, опять же, люди не всегда подкованные, и когда это все подписывают, да, конечно, посадим мы здесь Туве, а там по итогу взяли с елки, содрали, посадили, полили, и дай бог, эта елка вырастет. И поэтому мы решили этим вопросом заняться, потому что он стоит острый. Когда мы начали его публиковать там у себя в социальных сетях, комментариев очень много было. Ну, прямо очень много. А мы тут попали, а мы тут. А вообще хорошо бы сделать так, чтобы сдавали квадратные методы только тогда, когда 100% вся территория вокруг придомовая уже готова. Потому что, бывает, сдают дом быстрее, чтобы ключи получить, ну, а потом еще в течение какого-то времени происходит стройка, придомовая территория. Ну, доделывают, да. Доделывают, Но это тоже, наверное, неправильно. Хотя в договоре, опять же, прописано, что полностью сдача объекта. Но в полностью сдача объекта не входит придомовая территория. И начинается вот это жонглирование, кто прав, кто виноват, а вот договор есть, читайте все, до свидания. Ну, люди последние деньги там условно вкладывают в эти квадратные метры, там, мечта, да, в своем жилье жить. А тут их так еще нагревают. Ну, касается, что может быть перекос в обратную сторону, когда будут требовать, не той красочкой покрасили, не как в буклете, что люди начнут своим правом, если они его получат, злоупотреблять. Да, могут. Поэтому, когда этим законом, в том числе, заинтересовался профильный комитет Госдумы, там как раз Сергей Александрович Пахомов, председатель. Тоже наш союзный депутат. Да, союзный депутат, а мы с ним еще в одной комиссии работали, как бы у нас с ним диалог налажен. И мы начали с ним разговаривать, он говорит, слушай, ну вот тут, да, возможно, там будет затормаживать эта история, будет удорожание, соответственно, если, да, там другие уже, как видим, мы на себя берут обязательства застройщики. Ну, как бы надо с этим немножко поработать, как бы вопрос сделать поправки к этому законопроекту, во втором чтении, или, возможно, сейчас у них там будет проходить круглый стол по поводу комплексного развития территории, да, там по взаимодействию с местными администрациями и застройщиками, или, возможно, там это учесть, а, например, этот отозвать. Но, в любом случае, позитивный, с его стороны, позитивный интерес, что эта проблема есть, то есть, это признание. То, что уже человек признал проблему, это уже, мне кажется, половина дела сделана. Дальше вопрос, как ее решить. Я уверен в его, скажем так, профессионализму в работе, да, там, человек этим давно занимается, там, мы постарше, и поопытнее, ну, наверное, да, наверное, можно что-то сделать по-другому. И совершенно открыто мы с ним вместе сейчас пытаемся эту историю разобрать, чтобы не было вот этого реально со стороны, в том числе, покупателей. Баланс какой-то интересов, участие. это политика, где всегда приходится этот баланс сказать. Ну, всегда нужно инициировать так, выпукло, чтобы все увидели, возбудить, чтобы потом, но главное, чтобы потом на этой ноте в конце не получилось, да, что возбудили, и на этой возбужденной ноте все попринимали, а потом, когда он начал работать, понимаешь, что еще хуже стало. Поэтому тут мы... Хорошо. Давайте немножечко окунемся в нашу союзную тематику, то есть, в тематику союзного государства. Вы являетесь тоже депутатом парламентского собрания союзного государства в Беларуси и России. Вот молодежная палата у нас существует. Вы вообще довольны, как она работает? И, может быть, вот вы сформулируете, зачем она нужна? Первое, то, о чем мы с вами говорили, это соответствующие вот эти институты, через которые ребята могут вырасти, прийти к нам на смену, например, со временем. То есть, это тоже опыт. Второе, все-таки понятное дело, что вот у нас комитет как раз занимается молодежной политикой, спортом и туризмом, и работать без молодежи в этом направлении странно, потому что молодежной политикой должны заниматься молодые люди. Мы должны так сверху смотреть, немножко корректировать, где они там переходят какую-то линию, балансить. И вот на сегодняшний день, например, когда у нас был фестиваль молодежи союзного государства. Молодежи союзного государства. Да, да, да. Основную организаторскую функцию выполняли ребята. То есть, они там занимались подбором план-сетки, мероприятий, кто перед ними должен выступить, их чему-то поучить, рассказать. То есть, от них все это шло. И вот эта активность в таком, скажем так, масштабе для молодежи очень так серьезно подходит. То есть, мы там на уровне России, Беларуси занимаемся союзным мероприятием, таком общим мероприятием. Ну, конечно, это для них очень интересно. Тем более там путешествия. Они же любят по всяким форумам, фестивалям ездить. Это неплохо. Поэтому и нам они нужны были, чтобы эти мероприятия правильно организовать с точки зрения тоже контентной части. Прошло все очень прекрасно. И это был новый формат, в отличие от тех, которые были ранее. Насколько там нужно было, не знаю, показывать большое количество национальных каких-то конкурсов, конкурсов национальных представлений. В хорошем смысле слова, нужно ли там в кокошниках с гармошкой, или все-таки, может, мы как-то разбавим. К этому тоже нормально надо относиться. Интересы молодежи какие-то, может, мы с ними обучающие истории проведем лучше, чем просто они посоревнуются, побегают палки друг к другу, передают на кто быстрее на скорость. А кто их будет учить? Чему их будут учить? И все же это трансформируется, молодежь меняется, время меняется. И, конечно, мы вот такой новый формат образовательно, развлекательно, такой еще и организаторно. Те, кто были участниками, они же были организаторами. В этом правильно, правильно сильная сторона. Ну и, конечно же, не обошла история наших народов в Великой Отечественной войне. То есть, это тоже сильная вещь, которая должна каждому напоминать о том, какой был цикл истории тогда, и что нужно делать, чтобы этот цикл не повторился. И они, конечно, более осознанные ребята, чем те, которые не принимают участие в подобных мероприятиях и не знают историю, к сожалению. Я там, к своему стыду, многого тоже до университета не знал. И не потому, что у меня плохой учитель. Ну, такой был темперамент у меня. А потом начал интересоваться, читать, чтобы я был человеком, который будет заниматься наукой. Ну, да нет. А там что-то штырило в третьем курсе. Надо быть умным. Это прикольно, это престижно, и они реально нужны. У нас сегодня айтишники, лучшие женихи. Да, айтишники. Это правда. А раньше... Не директор рынка, как некогда, а вот специалист айти. Ну, вот, возвращаясь к фестивалю, идея была в том, чтобы, как мне показалось, придать ему какую-то глубину, помимо музыкальной составляющей. И как вы считаете, зашло это, скажем так, получилось? Какие впечатления после всего? Ну, конечно, да. Мы, опять же, разбавляли вот эту глубину патриотизма, тоже не надо его переливать из пустого в патриотизм. Хорошо, мы там постоим возле памятника, и так далее. Нет, во-первых, это все объясняли на их языке, интересно рассказывали, спикеры, у нас там... Там же были военкоры и прочее. Пегов приезжал, Это должно иметь содержание, не только формы. Да, но это содержание должно резонировать у них, а не то, что мы там депутаты, расскажем, как там правильно конституция работает, и вообще, что наши президенты молодцы, потому что, и так далее. Не, они это не воспринимают. Они воспринимают свой язык, они воспринимают своим президентом. Там, условно говоря, в концертной программе не только, опять же, на гармошке поиграть, березку поцеловать или еще что-то сделать, а и какие-то современные танцы, и спортивные, истории, можно и в компьютер поиграть, посоревноваться. такие простые вещи, которыми они живут, но через эти формы им объяснять ту суть, которая содержится, которую мы стараемся в нашем кругу уже распространять, людям рассказывать правду, что происходит на Украине, почему так происходит, опять же, про цикличность истории, как это все происходит, а кто там интересант и так далее. И в таком простом разговоре им интересно смотреть. У меня там жена тоже телеграм-канал по-своему ведет. Вот так, чтобы... То есть, жена, по сути, сейчас общественный деятель у вас. Да, общественный деятель, где-то политики касается, а без нее тоже тяжело у нас. Куда ни сунься, когда мы про молодежь говорили, ну, не можешь ты жить в нашем государстве, не интересуясь политикой. Есть прекрасное высказывание, если ты не интересуешься политикой, политика интересуется тобой. И это правда. Каждая сфера жизни у нас соприкасается с политикой. В любом случае. Никуда не уйдешь от этого. И в этом надо разбираться, по крайней мере, хотя бы. И у меня сейчас тоже жена говорит, где там школы пошла, там с директорами начала разговаривать. И она говорит, как я теперь тебя понимаю? Когда мы там начинаем с бумажками работать, говорит, я думала вообще все проще и по-другому. Я говорю, ну, welcome, учись, смотри. И вот она сейчас там для себя новый навык, компетенцию вырабатывает. Потому что там нельзя же просто так в школу зайти-то сегодня. Это да. Не пускают просто-напросто. А мы-то там тогда еще, когда учились, да, пришли там. Да, да, да. Все нормально. А сейчас уже все. Даже на 1 сентября не пускают к ребенку. А много и директору школы нельзя говорить незнакомому человеку. И много он не может показать, сказать, потому что конфиденциальность. И все вот это накладывается. И понятное дело, если ты многого не знаешь в этих правилах, которые были созданы, тогда ты мало чего сделаешь. То же самое, что и с налогами в бизнесе, например. Я сам помню, у меня был прецедент. Я открыл ИП. Когда-то еще давно. На втором, по-моему, курсе. Телефоны продавал. Открыл ИП. Надо счет расчетный открыть. Я пошел в банк. Открыл карточку себе. На Ткачеву Антона Олеговича. И потом везде в реквизитах указывал карточку физическую. Лица Ткачева Антоновича. А потом меня по какой-то статье блокируют. Я не понимаю, почему меня блокируют. Я иду в банк ругаться. Она говорит, а вы, говорит, адрес, точнее счет на кого открывали. Ткачеву Антоновичу. ИП Ткачеву. Так и нет. Надо было открывать как индивидуальный предприниматель отдельно. А я просто не знал. Понятное дело, все от договора показал. Все по-честному. Все разблокировали. Все поменяли. Нормально к этому. А так бы шло бы. И так по статье, не дай бог, еще попало бы. То же самое здесь. Чтобы не навредить. Скажите, пожалуйста, опять же, к союзной тематике. Вы бываете в Беларуси, ну, как минимум, на комиссиях. На комиссиях и пленарных заседаниях. На комиссиях и пленарных заседаниях. А что, может быть, вас еще связывает с Беларусью? Как вы вообще, может, что вам там нравится? Как вы там, может быть, путешествуете еще в индивидуальном порядке? К сожалению, так в индивидуальном не путешествовал. Вот у меня у супруги дедушка с корнями из Могилева, по-моему. То есть, он такой, да. Я знаю про историю, там, опять же, такая очень тяжелая с Wargaming, которая была в Беларуси. Там, опять же, разделение компаний. Вот это World of Tanks. Я сам когда-то играл давно. Да, но это известная игра, которую придумали в Беларуси. Всемирно известная игра. Да, то есть, естественно, там я как человек, который увлекается киберспортом, для меня было удивление в хорошем смысле слова, что это корни оттуда, что ребята оттуда реально интересные придумали. Второе, там то, что есть документ-декрет номер 8 по регулированию криптовалюты на территории Беларуси, в особо экономической зоне, там технопарки есть, в рамках него, согласованных и так далее. Когда я писал свой закон, я полагался на опыт Беларуси. А закон какой? По майнингу. Я же написал первый закон по майнингу в России и писал закон по NFT. Но NFT была моя в том числе. Не то, что ошибка. Тогда это было все популярно. И, понятно, дело большое количество людей было увлечено, и надо было устанавливать правила, потому что слишком быстро, анархично все росло. Но потом рынок NFT очень сильно упал, и, понятное дело, что, наверное, все-таки отозвать нужно эту историю, потому что там были... И это нормально. Политик должен уметь признавать свои ошибки. И поэтому, так происходит, что по майнингу мы до сих пор работаем. Это очень серьезная история. Это отдельная серьезная тема. Да, это промышленность, по сути, сегодняшний новый вид промышленности. Ну, ладно. То есть, я во многом обращаю внимание на опыт, смотрю, в самой Беларуси. Я знаю, что из промышленности лифт делают. Лифты это вообще... Да. В Могилеве, кстати. Да. Вот. По лифтам... У нас сейчас как раз выйдет спецвыпуск. Вот там материал, что по лифтам мы практически полное импортозамещение. Нам вот от них ничего не надо. Да. Беларусь и России здесь абсолютно самодостаточно. Вот. Видео постоянно там смотрю, где там Александр Григорьевич Лукашенко приезжает на предприятие. По мотоциклу Минск это было такое хорошее. Это чье? Наша? Говорит, Наша. А это чье? В Китае. Какого черта в Китае? Быстро, говорит, работает. Сколько времени надо? Полгода. У тебя месяц есть. И вот эта позиция, политика, мне тоже на самом деле очень импонирует. И вот такие вещи, они, естественно, меня и знакомят с Минском, с Могилевым, с Гомелем. И от того, что мы там в разных комиссиях проводим. Естественно, там какие-то исторические... Вы же посещаете предприятия еще на комиссиях обычно. Я насколько знаю. Наша комиссия немножко не про предприятия. Это ближе к комиссии по промышленности. Мы-то больше можем все и в цифровом формате вообще решать. А когда с молодежкой, ну, естественно, мы там в университеты приезжаем. Поэтому так пока. Но все впереди. У меня жена была в Минске в свое время. То есть, да, все очень так своеобразно. Ну, не похоже на Россию во многих вещах. Очень мне нравится, как соблюдается чистота на улицах. Ну, это прям по притчевоязыцах. По притчевоязыцах. Но это такое даже шаблонное восприятие, но оно абсолютно соответствует действительности. Это правда. Я сколько езжу, всегда, и не имеет значения, насколько километров ты откуда-то отъезжаешь, дороги, все. Но видно, что там хозяйственник хороший, кто управляет эту всю историю. И видно, что люди несут ответственность за то, за что они отвечают. Поэтому многим нашим и губернаторам надо поучиться у того, как правильно следить за том, что тебе доверили. Мы уже с вами несколько затрагивали тему молодежного радикализма. Все-таки, если поставить вопрос именно так, как бороться, какими способами, как вы говорите, объяснять, или, возможно, это чистота интернета, какие составляющие есть у этого процесса воспитательного, скажем так? Молодежь верит только себе подобным. Это первый принцип. Второе, молодежь в это верит сама, если она этим сама занимается. Ну, то есть, условно говоря, вот, опять же говорю, какой-то несанкционированный митинг, куда их вытащили, какими-то инструментами. А ты потом говоришь, а давай попробуем с тобой вместе сделать какую-то акцию, мероприятие, на которое мы тоже с тобой выйдем. И что-то хорошее сделаем. Ну, они там начинают это все делать, я такие, блин, это так тяжело сделать что-то хорошее, согласовав еще, и чтобы это эффект было. Ну, интересно, а то мы там на этот митинг сходили, нам там по шапке дали, вот, сказали, не дай бог, там, и родители еще, там, полиция поработала с ними, чтобы, не дай бог, больше они не участвовали в подобном, и такие, типа, ну, но это интересно, вот, то есть, им нужно показать в процессе интересную политику, поучаствовать в выборах в процессе, не просто рассказать очередную лекцию, нет, в поле взял, все, пойдем вместе, там, газету пораздаем, ну, условно говоря, или там, новогодние игрушки на акцию мы там раздавали с пожеланиями, Дед Мороз у нас там ходил, не согласовали, там, там, звонок там, мы, говорит, наш Дед Мороз в Бобике едет, я говорю, а что он в Бобике там едет, говорит, мы акцию не согласовали, говорит, ну, поздравляю, вот вам и результат, блин, ну, это же неправильно, мы же там добрые дела делали, добрые дела делали, а правила-то кто-то должен соблюдать, вот, и, короче, и для них это, ну, для них-то такая эмоция, да, вроде что-то хорошее сделали, да, но вот прецедент, и потом они уже, когда это делают в следующий раз, они уже к этому относятся с интересом, второе, они видят перспективу, лифт социальный, они не видели, ну, то, наше там молодое поколение, процентов, наверное, 10 только понимало о том, что есть социальный лифт там в политике, ну, вот, я просто по своей аудитории, которая ко мне приходила, там, с которыми мы работали, второе, третье, это не бояться давать им ответственность, вот, он рассказывает о каком-то мероприятии, идеи, слушай, проводи, вот, на него никто не придет, я говорю, я приглашу, люди придут, и он только, типа, а может, по-другому, а может, и по-другому, что, по-другому думать начинаешь, говорю, да, вот, тогда, а когда они сами-то придут, у них столько гордости, да, мы там собрали 50 человек, да, вообще, там, вот, столько о нас там СМИ написали, вот, и вот это вот людей настраивает, а просто лекции рассказывать, там, успехами своими, мне, когда я приезжал в Воронеж на региональную неделю, мне ребята из, там, молодежного крыла говорят, Антон, расскажи свою историю успеха, я говорю, вам нафига эта история успеха, ну, типа, вы не я, и я тот жизненный путь, который прошел, вы по-другому идете, может, лучше, может, хуже, зачем, зачем я буду сбивать ваши ориентиры, вы сейчас подумаете, что надо так, и пойдете так, нет, можно по-другому, и вы их должны сами найти, но вы их найти должны только через действие, не будет действия, не будет у вас и своих ориентиров, все просто, вот, и когда ты веришь людям, даешь им ответственность, не зирая на их возраст, потому что тоже шаблон есть, там, не знаю даже, как сейчас посчитать, там, в Госдуме маленький возраст, ну, там, не маленький, там, от среднего, да, в минус сторону, это плюс или минус, непонятно, там, и, знаете, там, есть ощущение у многих, что ты получаешь удостоверение депутата, и все, ты заходишь в любую дверь, там, депутат. Ну, действительно, да, такое бытует мнение. Нет, разные депутаты есть, вот, там, условно говоря, я первых два года, например, со своим губернатором в Воронежской области не был знаком, депутат Госдумы. Ну, это как-то очень странно, вы же должны работать в тесной какой-то коммуникации. С одной стороны, там, моя, наверное, проблема, с другой стороны, там, у нас чехарда была, там, с изменением правительства, но это неважно, но я не знал, о чем мне с ним разговаривать. Ну, знаете, как более взрослые поколения, пришел бы, познакомился, там, поговорили о чем-нибудь, а там в режиме что-то нашли, а я пришел после, там, условно, Ростеха, где у нас четко, если идти на встречу, то нужно к этой встрече подготовиться так, чтобы после нее был результат, чтобы после нее был протокол не о том, что мы встретились, протокол о том, что мы сделаем в ближайшее время. Как конкретные проекты какие-то. У меня не было понимания, и тоже идти к человеку, спрашивать, ну, что у вас есть поделать? Депутат Госдумы пришел, спросить, что у вас есть поделать? Ну, опыт, ну, нужно было поднабрать, и я его набрал, и сейчас мы там строим фиджитал-арену, то есть, игры будущего в 2024 году будут. Для киберспорта? Это не киберспорт, фиджитал, физикал и диджитал, ну, если брать из этого, то есть, это совмещение двоебория, по сути, двух дисциплин, цифровой и натуральной, где общий результат идет с общими, как говорится, очками из той, из другой формы. Вот, поэтому, это вообще там отдельный... Это еще раз, это что? Вот я не очень понял. Фиджитал-спорт? Да. Ну, в 2024 году будут международные игры будущего, это наша российская придумка, вот, где будет участвовать очень большое количество стран. И, условно говоря, команда, которая играет на футбольном поле, в мини-футбол, она после футбольного матча садится за джойстики в Sony PlayStation и начинает играть там футбол. И результат их победы складывается из суммы... Из суммы, да? Из суммы двух дисциплин. Интересно. Здесь очень крутая тема с точки зрения того, что наши там родители всегда говорили, вылез ты из этого компьютера. А тут ребята и за компьютером, и побегали, и вот у них вот так. А второе, ребята, которые не реализовались в обычном футболе, например, у них есть возможность реализоваться здесь. И наоборот, кто не реализовался в киберспорте, может реализоваться здесь. Получается, как всестороннее развитие личности, физическое и интеллектуальное. И никому же не секрет, есть аналитика о том, что люди, например, которые играют там, в стратегию Dota 2, это те люди, которые умеют быстро принимать решения, быстро кликать, на бирже берут. У них конкуренция огромная в их среде. А сегодня посмотреть на те еще чеки, которые выиграют команды. И уже не скажешь, что когда мама... Дурака валяет. Да, дурака валяешь. Мама, я там выиграл вообще-то 2 миллиона долларов. Вот те киберспорт, зарабатываю. И уже по-другому на это все смотрят. Поэтому здесь надо аккуратно подходить и все за и против взвешивать. Ну, вот еще вопрос. В интернете нужно регулирование? Вот сейчас оно в достаточной мере? Или надо еще что-то какие-то подкрутить колесики? Потому что для молодых как раз, для них бумажные СМИ, это как-то уже они не особо им интересуются. А вот идет подсос информации из интернета. И там это может быть совершенно из разных источников. Они могут это воспринимать как некую константу. То есть, за что купили, за то и продали. Что называется. Это большое заблуждение. Во-первых, что у нас молодежь, не глубоко думающая, скажем так, чтобы не обидеть никого, они намного больше сейчас воспринимают информацию, анализируют, знают, какому источнику верить, которому нет, которого не знаем мы, например, даже. они понимать начинают, где есть. Вот как раз СВО еще во многом расставило все точки и всех людей по местам. И видят их отношение людей к своей стране. То есть, я говорю, хочу сказать о том, что молодежь достаточно критически умеет мыслить. Первое. Второе. Интернет – это такая цифровая химера. Ты одну голову отрубишь, другая появится. Это трансграничное поле, условно, цифровое, которое просто закрыто запретить, это надо запретить весь интернет. Ну, условно говоря. Здесь нужны правила не чем больше запретить, а здесь должны быть правила красных линий, где можно, где нельзя. То есть, вот там условно история была с Инстаграмом, Твиттером, с которых пострадали предприниматели, там, самозанятые, например, в рекламе, которая была. Вот мы закрыли его, а в нем до сих пор сидят. Ну, просто теперь через VPN. Или там, например, тот же Твиттер, который тоже запрещен на территории Российской Федерации. Там поменялся этот руководитель. Маск стал. Да, Маск стал. И он политику прям подрихтовал. Серьезно. Особенно прям по отношению к политикам, которые в Соединенных Штатах живут. И где вот эти все убийства раньше на фронте публиковали, где там говорили, что с украинской стороны русские, такие плохие, и так далее. Он же тоже это все корректирует. Он вернул там Дмитрия Анатольевича. Медведя от Твиттера. То есть уже, например, нельзя говорить, что российские политики не могут быть на площадке Твиттера. Ну, например, как раньше. Поэтому мы говорим, давайте не спешить там закрывать, а может дадим возможность пространству. Все равно люди будут там. Но там они хотя бы будут официально, и мы будем понимать, что происходит. И там на этих международных площадках надо больше показывать правды. А как ты будешь эту правду показывать, если ты от нее ограничился? Ну, у тебя инструментов нет. Показывать это ВКонтакте? Ну, да, хорошо, правильно. На внутренний, скажем так, рынок это сработает. А на международная история. Люди же формируют свое восприятие не только от того, что скажет президент той или иной страны, который посетил ее с каким-то визитом. Они же в коммуникации между собой строятся, которые на интересах игр, на интересах, не знаю, ток-шоу там телевизионных или там в Ютубе каких-то каналах. Это же разные группы, которые между собой делятся мнением. И вот чем больше групп будет делиться правильной правдой, тем больше вероятность того, что другие там поймут, что на самом деле происходит. И поэтому у меня такая позиция. Была история, мы писали в правительство, чтобы, и даже, по-моему, законопроект вносили же, чтобы лайки не признавать, которого там в контакте ставишь и так далее. И был прецедент, когда человека привлекли к ответственности за то, что он поставил лайк к публикации экстремистского характера. Таких много, мне кажется, было прецедентов, не один раз. Ну, и так много, но были, давайте так скажем. И вот у меня позиция того, кто сделал этот пост, кто стал контакте, конечно, нужно привлекать к ответственности. Ну, вот я беру телефон, сложное техническое устройство, ну, подвисает оно у меня, я прокручиваю, нажал, ничего. Да, и такое может быть очень часто бывает. А потом к тебе стучаться, там, товарищ сержант такой-то, такой-то, пройдемте с нами. За что? Вы поставили лайк сюда. Я такой, я, это не я, я, я ничего, ну, как? Я случайно. Да, да, случайно. Никто не будет разбираться, там, случайно, это мы, говорит, разберемся. Или вторая история, не так понял, да, ну, вот, но я не поддерживаю ее, да, я, там, картинку увидел смешную, а что там под картинкой не прочитал? Ну, например, ну, люди, бывают у всех, состояние непонятно какое, ну, просто. Ну, вот, это уже перегиб, это такая охота на ведьм. Вот. Но, есть правильно другая сторона, опять же, мы систему противоевосов-баланса в ВКонтакте, например, или в других соцсетях алгоритмы, скажем так, контента, на которых больше лайков, они показываются больше аудитории. Ну, заинтересованность там проявляем, и, соответственно, если посмотреть с этой точки зрения, тогда, получается, ты занимаешься пропагандой, ну, как бы, ты помогаешь продвигать эту историю. Ну, я думаю, вряд ли, там, условно, из 100 человек, 100 человек, 99 человек, знают, что этот алгоритм работает так. Ну, вот, больше вероятности степени, что это нет. Ну, по одному лайку точно уж нельзя судить, как бы, от личности. Да, невозможно. Вот, боремся с этим, мы пытаемся, нас 15, но мы в тельняшках, как бы, но пытаемся, как бы, быть политиками здравого ума, для того, чтобы не перегибать. Патриотизм тоже должен быть правильным. Патриотизм не в том, чтобы громче всех кричать и палкой махать, да, там, или флагом, а с точки зрения того, чтобы больше сделать, чтобы было за что кричать, и чем махать. Вот так. Вот хотелось бы еще затронуть тему искусственного интеллекта, я знаю, что вы тоже заинтересованы этим вопросом, вот что сейчас в Госдуме происходит в плане регуляции вот этого истории, какие-то есть уже инициативы, предложения, вот что обсуждается, потому что понятно, что сфера такая очень живая и популярная. Хотелось бы что-то рассказать. Я постараюсь довольно коротко. Я с искусственным интеллектом очень близко связан, потому что у меня степень по большим данным, CDO. Big Data. Да, ну, большие данные, мы в России пользуемся российскими оборотами. Вот. Для меня эта история близка, я давно с этим работал, но важно, в чем проблема сегодня есть. Мы до сих пор не можем определить, что такое искусственный интеллект. Но вот эта машина чего-то там с когнитивными какими-то там задачами, ну, где-то да, ну, в законе-то неизвестно. Сложно сформулировать точно, вы имеете в виду. Да, да. Вот, условно говоря, цифровой двойник – это искусственный интеллект? Ну, обыватель скажет, да. Наверное, да, как будто бы. А это просто двоичный код. Ну, вот 2 плюс 2 должно быть 4. Вот у вас калькулятор есть на компьютере. Вот это просто более простой алгоритм. А вот что такое все-таки искусственный интеллект? Это то, кто поработит, не знаю, микроволновка встанет, пойдет и начнет нас бить, потому, что будет восстание машин. то есть, до какой грани мы должны дойти, что такое искусственный интеллект? И поэтому, например, вот есть у нас история с рекламой. Да, вот у нас Антон Горелкин из моего комитета, коллега. Есть такая история рекомендательные сервисы. Вот ты заходишь на сайт, а тебе там, ты где-то сказал по телефону, там, шепнул там, про что-то, про машину прыгают, проговорили, у тебя прямо на каждом сайте эта машина. Как я нигде не забивал даже? Ну, вот это называется рекомендательный сервис. И там он говорит, что, и это по сути искусственный интеллект. То есть, он обработал информацию по тем большим данным, которым вы ему отдали. Он понимает, что вы хотите, то есть, у него есть алгоритм вашего интереса. Он совмещает этот алгоритм с рекламодателем и начинает тебе везде пихать. Сам, машинное обучение, то есть, ничего человек сам не делает, не он эти алгоритмы рисует. Вот, но это назвали рекомендательным сервисом. То есть, не искусственный интеллект. Хотя он выполняет модули искусственного интеллекта. И поэтому сейчас большая такая работа должна пройти, что такое искусственный интеллект. Тем более сейчас мы работаем над формированием цифрового кодекса Российской Федерации, где как раз в основном положении должно лечь, соответственно, описание этого искусственного интеллекта. Понятно, его бояться не нужно, это не злой зверь, который хочет нас поработить. Нет, ни в коем случае. Но границы мы должны поставить достаточно жесткие. В чем я считаю, нужно поработать. Первое – это ограничение пользования персональными данными каждого человека. То есть, условно, я говорю, спрошу у искусственного интеллекта, а где вы живете? Назову ваше фамилию, отчество. И он мне так, вот такая-то улица, квартира и так далее. Нормально это? Да нет. Но он-то взял эту информацию откуда-то, значит, кто-то эту информацию зашел. То есть, это первое – ответственность компании, которые произвели этот цифровой продукт. Вторая история. Я недавно писал на министра образования Кравцова с точки зрения ограничения выдачи ответов от российских нейросетей, там Яндекса, Сбера и так далее, касающих изложений и пересказов, и сочинений на тему, которая совпадает с темами государственной образовательной программы. Потому что если мы сегодня спросим у искусственного интеллекта, а какую политическую точку зрения он поддерживает или какое политическое зрение хуже, лучше, он не скажет, потому что у него в алгоритме зашито, что он о политике так не разговаривает. Или, например, он скажет, кто лучше, начнет по религии, например, людей уравнять, он тоже этого не скажет. Но это не этичные темы, как бы, получается. То есть, в его алгоритм уже зашиты в рамках, опять же, того же машинного обучения, что на это мы не разговариваем. Разными словами причем. То же самое и с этим. Давайте сделаем так, чтобы дети не теряли вот этот инструмент критического мышления. Чтобы они соображали, почему на уроках математики запрещали, во-первых, в начальной школе пользоваться калькуляторами, да и в принципе в школе на математике. Не для того, чтобы просто у них это осталось в голове, формула косинусы, игреки, иксы и так далее. Нет. В университете потом всегда пользуются калькулятором, да и мы все пользуемся калькулятором. Но это развивает многогранность, что это вообще в принципе есть. То есть, просто человек учит тому, что ему даже может и не пригодиться, с одной стороны, в жизни, но с точки зрения развития общего восприятия, ну, как бы это надо. То же самое здесь, ну, вот он, раньше он хотя бы там читал изложение или краткое содержание, но он хотя бы читал, да, а сейчас он просто Ctrl-C, Ctrl-V распечатал и принес. Результат творчества искусственного интеллекта получил пять, потому что искусственный интеллект пишет на сегодняшний день ЕГЭ по истории на 70 баллов, лучше, чем средний балл ученика 60, по-моему, если я не ошибаюсь. А математику на твердую четверку сдаст легко, потому что там в математике-то что, ответы А, Б, Ц, цифра и там и так далее. Он соображает все это делать лучше, чем на человека. Тогда зачем вообще думать и что-то сдавать? Вот у меня есть, как многие эти люди, которые слишком говорят, что все должно быть открыто свободно. У меня есть искусственный интеллект, я все вопросы решу. Но это тоже неправильно. Спасибо вам большое. По-моему, очень со всех сторон поговорили. Спасибо. Очень интересно было. Надеюсь. На самом деле. Спасибо. Спасибо. Спасибо.